и снова здравствуйте в первых строках так сказать моего послания к моим слушателям моим сильно самонадеянно так обычно говорят речевые обороты к слушателям вообще хочу поделиться с вами несказанной радостью которую мне доставляли до некий комментарий к видео там стоите при модерировании вот и даже не я это модерирую и там мне сказали что есть пара комментов я прочитал оборжался в общем странные люди странная фраза но естественно сразу блокируют этих людей вот например как только появился в нескольких экземплярах лоха я даже не читаю его заблокировал вот а тут недавно весточка спас нахвализма какой-то там клоун тролль наверно пытается меня сравнить с как с товарищем тамошним бармалеем там какой-то есть бармалеем тоже вот таким занимается словобудие в сети я надеюсь моё словобудие она немножко отличать собственно я сподвиг всю эту бригаду чудаков на такую же деятельность вот и в общем то в какой-то момент кажется это легко он пришел от барабанил 45 минут час там полтора подумаешь там она рассказывал вот и все оказывается что не так все это просто чтобы была содержательность нужно чуть-чуть хотя бы напрягать свой мозжечок на я пытаюсь напрягать свой мозжечок удачная линия судить он вот и советую всем этим чудакам тоже напрягать мозжечок они просто испражняться в виде подкаста до выложенного на ютуб или где-то там еще я обитаю сейчас на ютубе давно вы все знаете потому что я отказался от всех этих промежуточных не показавшихся в конечном итоге странных промежуточных инстанций радио кастанеда и так далее там подобного меня привлекли там в эти как их там называют в модераторы на вот а потом вдруг человек сказал да я у меня другие проекты этот я вести не буду ну не ведете не надо подражаться под это дело не буду хотя заманчиво да там сколько 5000 участников посмотрит послушает но судя по всему эти 5000 человек они инертно относятся к этим публикациям поэтому цифры которые там присутствуют они не совсем корректные по статистике корректно это когда на трансляцию приходит 5 7 10 человек а когда-то приходило 35 этот этот вот это корректно вот это вот корректно потому что человек выделяет время чтобы слушать онлайн мою трансляцию при этом что-то там у него в ухе тарахтит своими делами занимается там плюсики-минусики потом человек какой-то там на трансляцию записывает потом прилагает усилия и и выкладывает вот это более менее корректный басута когда миллиарда там липовых там вот этих подкруток липовых это мне не интересно как этим пользуется издательство весь синдзюк и все остальные вот эти вот ребята нету запроса на такой вот манипулирование и какие-то там маркетинговые исследования обычно есть тираж книг там 1000 экземпляров 5000 экземпляров на тираж 5000 экземпляров я уже наговорил если ты кого-то интересует там из каких-нибудь там людей которые любят читать книги но понимаете это дело такое вот так я сел с вами поговорил это одно писать книжки это другое вот уже какой-то документ знаете ли в этом я оборву вступление такое и так прошлый раз мы точнее я с вами начал говорить его врагах воина и зашел зашел разговор о первом раке воина там страхи я вам попытался осветить комнату скажем так образно темную комнату с разных сторон а не только в одном направлении которое задал кастанеда он кастанеда задал сущностное структурное направление которое нужно еще пояснять комментировать видимо он и собирался комментировать но и так как наверное никто особо вопросов не задавал оно так и осталось в виде какой-то такой сложившейся слежавшейся структурной или там сущностной подачи и уже особо никто туда археологией этой заниматься не желает а и напрасно поскольку именно разбираясь с и сущности погружая сущность некий питательный раствор из информации аналогичных систем где есть не только сущностная выжимка но и другие каскады и части информации кастанедовская фишка вот этот скелет из допустим каких-то принципов она обрастает сразу вполне доходчивыми простыми понятными деталями которые несколько иначе скажем так высвечивают то что принято по этому поводу а как бы сказать и несколько и ну трактовку дают и несколько иначе высвечивать мнение тусы вот она как бы такой вот специфически одно направлено задано текстом кастанеды в деталях не разбирающиеся и поэтому не обидящие есть некое уплощенное понимание тусовки а я пытаюсь задать объем и вот это хочу выговорить вот когда человек сталкивается со страхом методикой который страх преодолевается это создание некоего некой новой структуры некая нового каркаса никого нового алгоритма самого себя это называется система счетов у воина то есть личность на основе пути воина которая реконструируется из предварительно деконструированные собственные личности причем не в пух и прах как это обычно представляет в дрызг от рабодан до психоз а постепенно аккуратно вот используя вот эти принципы вы нечто приобретаетесь с чем-то расстает расстаетесь и в конце концов приходите к ситуации когда у вас появляется ну немножечко но избыток личной силы вы уже можете немножечко импровизировать с процессом преодоления страха дальше по идее наступает ясность враг в виде ясности ясность это когда человек вдруг понимает что он не прилип к этому страху страх это уже но если не решено это такая вот решаемая актуальная задача а есть еще непочатый край других интересных вещей и человек начинает разворачиваться начинает пробовать это и это появляется некое многообразие ну как бы сказать стремление там я не знаю желание получить опыт желание что-то попробовать желание поэкспериментировать и вот это человек получает инструмент исходя из борьбы со страхом человек получает инструмент который он вдруг обнаруживают что может применить к многим вещам которые уже со страхом прямо не связаны или не связаны вообще и ясность это как бы открыт открывается к оризонту или переночек вылазит из какого-то подвала ужаса и вдруг увидит офигеннейших оризонт и у него сразу возникает аппетит аппетит обостряется и начинать человек погружаться во все подряд и все более-менее исследовать все более-менее а понимать в совершенствовать этот инструмент своего ясного понимания еще острее и так далее и тому подобное погружаясь в эту фишку он может это проассоциировать с конечным результатом просто чек на стол наслаждается тем что он слегка нца подвинул свой или задвинул свой страх и вдруг получил инструмент которым он может с помощью которого может овладевать некой офигенной перспективой в области оккультизма там мистицизма духовность и так далее и тому подобное с какой степенью адекватности и точности человек это делает это другой вопрос я вам сейчас рисую совершенно общие вещи допустим это такой своего рода идеальный случай когда у человека все получается есть есть же при всем при этом еще и три типа подходов последовательно постепенный и вот последовательно постепенным подходом страх то и постепенно то и передавливаются а потом появляется еще два подхода подход импульсивно нестабильный когда у человека какие-то вспышки откровения инсайта это каких-то там переживаний бывает а потом теряются человек интерпретирует это как некое достижение идет дальше таким же макаром по этим всем полям возможных значений возможных опытов возможно возможных инсайтов и так далее и тому подобное своего рода личность самопоглащенная рассудочная личность в этом смысле останавливается начинает тащить все в свою норму опять этот избыток вот это у личная сила начинает превращать в некую такую вот некий банк данных тут вот здесь сейчас находящийся это второй подход третий подход считается совсем идеальным это когда человек имеет какую-то степень нестабильность она очень маленькая вот и в основном врубается во все и может сконцентрироваться и даже обозначить себе поле облако или сферу интересов как утра его интересует первично потом какие-то интересы вторично то есть разложить все по полочкам не смысле рассудочности а смысле дальнейшей перспективы постижения путешествия в мире информации или переживания ощущение переживания или созерцания это не так важно какое слово тут используется элемент ясности многие люди путают ясность с элементом осведомленности элемент ясности в широкой узкой или средней осведомленности когда человек еще не подошел к барьеру страха он присутствует и как вот он наиболее насущный момент якобы ясности которая на самом деле является просто осведомленности о том о чем об этом пятом десятом вот ясность она наступает после того как чай ну воин да и идущий по пути свободы там победил свой страх а до того это не ясность и когда начинаются вот эти заунывные споры ну необходимости логики или отсутствие или там вот это вот ты погрязь в ясности выучил столько там материала на не соображаешь или соображаешь но избыточного тебе не пригодится другие то же самое говорят о переживаниях об ощущениях от психоделиков из культуры то они начинают спорить это не имеет мало отношений малейшего отношения к ясности потому что ясность наступает после того как человек преодолел эмоциональную бурю страх это же как бы фундаментальные условно говоря момент запутанности и неведения и некой скрытой угрозы датка человек открывается навалит этому глупил должен присутствовать опыт столкновения с нахуалем и весь спектр возникающих при этом каких-то там проблем задач и так далее и тому подобное до того все это моделирование вот после решения этих эмоциональных проблем ну которые аккумулируются под лейбом или названием там я не знаю страх потом только наступает ясность ясность в связи с тем что вы преодолели страх вот люди давайте я сейчас вам опишу вот это как бы ошибка помните это центровая ошибка воспринимать все вот это вот знание в виде понятий это даже не проблема ясности точнее вообще не проблема ясности эта проблема пред самая предварительная когда вы начинаете еще не приступив практике или минимум припуск приступив не погружайтесь какие-то ассоциации какие-то ряды какие-то смысловые какие-то речевые текстовые массивы и всем этим оперируйте а практике у вас кулькин фиг это неясность это запутанность вот и то есть неведение которое при встрече с нахуалем превращается в жуткий страх и отсюда вот 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 древняя предпосылка о том что ум новичка или не заангажированный просто такой вот естественный ум он предпочтительнее чем ум изощренный но который бесполезен при столкновении с нахуалем не сами по себе знания бесполезно а наша неспособность их применять они вот мы осведомлены о чем-то виде понятия но использовать это не можем на практике практика это некий зауженный комплект понятий для начала освоив которой мы можем выйти на вот этот же самый оперативный простор но уже преодолев свой страх и тогда возможно весь массив нашей осведомленности может превратиться в ясность фактически ясность на самом деле это точнее на самом деле одна из таких вот вещей которые возможно вам помогут понять это дело это теория пустоты соотнесение пустоты и соотнесение со своим наличием и отсутствием своего я почему это говорю потому что когда человек преодолевает страх он понимает что все кругом полная ерунда полная ну как бы такая вот синтаксическая виртуальность вот и точнее виртуальность подчиненную определенным определенному правилу и синтаксу если задавать эти синтаксисы самостоятельно то мы можем манипулировать реальностью опять же здесь примешивается отношение к этой реальности как никому понятий на набору набору понятий и второе это разнообразие переживаний когда человеку уже не страшно он может там какой-нибудь дуре принятие уже совершать там какой-нибудь ладенов там серфинг трансферинг как он называет не только в плане там каких-то мультиков из книг непонятных людей ну и плюс еще и система переживаний там вот недавно я там чего-то слушал вам по вам рассказывал человек люди долбошат какую-то траву там и потом описывают свои наркоманские переживания как откровение причем считают почему-то что это именно то что чего добивался кастанеда как пути к свободе то есть ясность это такая же проблема в неком практическом переживательном смысле как и проблема для для теоретически ориентированных людей которые там пытаются идеи структуры там учения формировать как для тех кто любит переживать телесно так и для тех кто любит умничать это опять же проблема рассудочности и самопоглощенности телесности и зауми ну так вот если там наверно пошире проблема но ее можно вот так вот обозначить чуть-чуть за узел дум основным пакетом свести данных то есть фактически вы как ну кастанеда похожая метафора нам сейчас смешную расскажу вы фактически дворовая собака у которой точка отсчета является булка и цепочка и вот в какой-то момент ну вы боитесь вы там кто-то лезет через забор в этом смелость проявляйте в районе своей территории для того чтобы защитить в общем-то самого себя я не говорю там о хозяине самого себя давайте про себя говорить я буду говорить а потом в какой-то момент чик у вас цепочка обрывается вы выходите на улицу и там вы видите другие дворы другие дороги может быть даже других собак у тех кто вам казались страшными становятся просто персонажами это же сейчас на всякий случай повторяю это аллегория это не значит я говорю о конкретной собаке с конкретной цепочкой так как бы если бы используя такие метафоры для описания ситуации никого выхода за ворота вот этого страха и вы начинаете бегать вы начинаете радоваться вы начинаете подпрыгивать вы начинаете общаться начинаете изучать повадки других существ исследовать другие дворы возможно сядете на автобус поедете в другой город и и вам вы вот как бы вывались за некую пелену и все вам становится ну как как по другого речевого шаблона нет вам становится все ясно а вот оно что и в подавляющее большинство людей мы может быть все все остается в этой фазе ясности это то это вообще-то это достаточно большое достижение потому что люди становятся там творческими где-то приоткрытыми то ли они становятся мрачными то ли станутся клоунами это уже другой вопрос они остаются в этой фазе ясно 7 нравится а суть проблемы когда вы приходите к следующей форме или могущество да или сила повода ну майлзрейд по-другому рассказывает нам чувак немножечко это самое на своей волне я придерживаюсь все таки к основе у нас их не жулик вот сила наступает и точнее силы нету вот вы ясность 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 и все ништяк я все понимаю во всем разбираюсь научился общаться научился там переговариваться могу воспроизвести повторить любой вариации какие-то методики которые позволяют мне контролировать вот этот вот ужас могу похвастаться тем что я встречался с нахуалем а силы в этом нет никакой то есть нахуаль он как был недоступным так и остается а проблема заключается в том чтобы его целенаправленно вызывать и целенаправленно себя как каким-то образом совершенствовать в каком-то там направлении например абсолютно свадь но как известно в состоянии фазе ясности все кругом ерунда самый яркий представитель человека протухшего в фазе ясности это допустим ашурадж один из самых ярких скажем так из он породил волну вот этого вот псевдо дзена битников битнический или там калифорнийский дзен причем эти все ребята которые эти могут увлекаться вот пример вот это вот дзена до всякого всякого разлива это хороший пример для объяснения или иллюстрации по поводу фазы ясности вот чувакам все понятно они смеются они радостно они поняли жизнь им уже вроде как не страшно или они ну как бы сказать срутся ну там каждый пятый раз из там десяти раньше они срались все десять раз от страха а теперь только каждый пятый десятый раз у них выделяется жидкий пук потому что они уже смельчаки и им все ясно они как бы научились дистанцироваться от на хуаля путем вот этих всех высвободившийся личной силы все вот эти вот как бы псевдо дзенские фильмы все вот эти гениальные шерлоки холмсы все вот эти вот ну я бы вам и калифорникейшн привел там тоже как бы якобы дзен какой-то калифорнийский но сейчас не о юморе не о сарказме а там же в плане юмора и сарказма дзен упоминается а вот всех вот этих вот фильмах про всяких там шпионов всяких там киллеров всяких там полицейских всяких гениев где привинчивая дзен или даже там секун вот и которые в конце концов весь этот дзен формулируется в некой циничной установки все есть фигня с установкой на добро а некоторые отбрасывают даже установку на добро поскольку это путь накопительства накопительства в оккультном смысле этого слова путь накопления и очищения и мы они исповедуют мгновенное просветление то есть вот они созерцают жизнь они дзенсы им все ясно все есть пустота это фундаментальная ясность фундаментальная основа для ясности а потом увидим ашора джинеша в его непонятных халатах и речь не оба шорожнейши это как вот иллюстративный пример это такие свободные ассоциации с привлечением каких-то таких специфических картинок которые вы можете найти в гукле и проверить ну и как бы получить некое впечатление карикатурная такое вот гротескная вот которыми я пытаюсь вот иллюстрировать то что я говорю вот такой ашорожнейш в своей вот это вот халамиде вот это в тюрбане он ходит выпучивает глазики и учат кучу студентов такой фигнейши просветление нет ничего нет все это ховно иди тренируйся вот как раз в дзенском стиле это написано но ашорожнейш в таком же в дзенском в расшаренном растиражированном смысле в алана у отца подачи вот дзена дзена вот алана у отца дзена разлива разлива дзена вот все фигня все пустота радует и жизни фактически это ничем не отличается от материализма где вы обычная вот наша жизнь и где есть элемент цинизма который трактуется как тонкий анализ вот и вот это циничное отношение к жизни как бы какими-то там несложными манипуляциями трактуется как некий дзет при этом убирается все весь этот момент с бодисаттвами то есть система альтруизма и установки на добро узнаете себя или других сталкивались таким сейчас в это дело пытаться перемолоть и тибетский буддизм альтруизма махучим супер делом занялся в свое время товарищ чайхен тронгпа который вдруг восхитился дзеном и там с каким-то кентом бухал видимо дзенским и они вот два этих бухарика там может быть их не два было они там начали комбинировать вот этот вот тибетский буддизм в некую форму дзен а дзенцы шанишь как бы немножко у них терки еще со времен спора как вах хвашанг махаяна и этого самого как его называют камалашина вот еще с тех пор с этого спора китайские буденовцы недолюбливают буденовцев тибетских потому что из индии вроде бы как бы в китай буддизм ушел раньше а потом с двух сторон и из позднее индии и из позднего для для буддизма позднего времени китая пришел туда в тибет и там вот эти два два направления стали спорить причем направление китайское просто задавили вычеркнув свое время из кибетского кибетской формы бедит буддизма не мимикрировали в разные формы которые в частности маркируются как мах махамудра и как зачем там да это нет нет они это не значит окончательное решение но там есть замануха там есть вот это вот терки вот эти вот не складухи которые обычному обывателю читающему там какую-то две мантры и садящему делающему суренам аскара не нафиг не нужны а вот между ними существует и старичь между направлениями исторические такие тёрки они передаются всяких патриархов патриархам всяких там учеников ученикам вот и вот эти вот джинс они недолюбливают антризм и недолюбливают идею о пути накопления то есть не надо делать добро потому что добро и зло это все фуфло но вы сами знаете да наверное и вот эти тёрки это как раз терки проблемы ясности эти люди не показывают высочай высочайших результатов они не демонстрируют чудеса они не выражают и не как бы это сказать являются образцами некой харизматичности то есть влияние на людей они влияют там на кого-то я не спорю но вот так как великие люди которые остались в прошлом которые которых перечисляют они же как линию в своей линии преемственности таких уже нету и поэтому в частности я из сарказма называю некоторых людей в этой системе птушниками они обмотались своими простынями или там надели на себя каким штиблетом 1 и все они уже как-то представители и я так подозреваю ну вот я же вам рассказывал кастанада он использовал три платформа уж если брать в том ну в том как бы сказать в той поляризации в том к той плоскости которые я задаю убираем хуана убираем мексику попробуем восстановить откуда все так астанеда накраптил и возможно ли это вообще накраптить в библиотеке до вас на основе дзон буддизма на основе этого суфизма бурджиевского разлива и и плюс еще там разно антропологические идеи по поводу азиатского мистец я не спорю может в мексике тоже такая фигня была но она там в глубоко потухшим состоянии находилась и естественно все в дикой такой гротесной смеси с ритуалами христианства до потопного там какого-то или современного это уже 2 так вот кастанеда попытался на мой взгляд до воссоздать какую-то штуку похожую на то что в вас создавалась после всяких там нашествий моров средней азии или центральной азии как там правильно называть и все это между прочим это я вам рассказываю о проблеме ясности вот эти люди которые ну все это трактуют передают сохраняют распространяют тогда они не производят некой того бонуса на чем зиждется раньше зиждилась все их вся их вся их движуха раньше был будда гений который творил чудеса или там был христос там который воскрес вот или то ну понимаете да а потом не просто там был будда ли кто-то такой была линия чуваков которые вот доподлинно ходили и потрясали все тогдашнее массовое сознание своими порах какие-то там подходили к камням а так руку ставили и рука отпечаталась или нах где-то там исцеляли какие-то там летали еще чего-то делали все этот движ сейчас полностью пропал и пропал не потому что сейчас техногенная цивилизация пришла со своей проверкой или там верификация соответствия подлинности нет это пропало гораздо раньше еще никто не проверял она уже пропал это проблема ясности и я уже ну я так подозреваю вы уже догадались куда дальше идет если человек вот это знание которое он заполучил может осуществить в некую действительность не в виртуальность теоретически теоретическую и такой экспериментально опытную а осуществить это учение вот как таковое выбрать хотя бы направление к такому вектор такого движения то это уже переход от ясности к силе к могуществу к стандарту описал что первое в чем проявляется вот проблематика могущества или связано с могущество это харизма умение влиять на людей самое первое чего происходит человек начинает влиять на людей каким-то непонятным странным способом естественно вот сейчас как бы все нл писты и хренописты гипнотизеры там липовые и горе гипнотизеры сейчас каждого мы крутые у нас есть его нет у вас силы вы до сих пор еще не поняли что нужно при столкнуться с нагуалям и этот нагуаля сводить все о чем я говорю проблема страха ясности дальнейшем может быть какого-то могущества это проблема в связи с нагуалем не абстрагированная и вырванная в виде каких-то разорванных разрозненных бессвязанных элементов переживаний и элементов манипуляции понятийного понятийной манипуляции да а именно настоящий опыт то есть человек от настоящему столкнулся с ему страшно он перешел в ясность там другая проблематикам запутался он не знает куда идти во всем этом облаке кайфа именно связи с нагуалем и на вальту можно трактовать по-разному например как левую сторону нашу с вами называемый или бессознательно на хуаль как явление неких существ извне в кавычках и соответствующая проблематика и плюс непосредственно переживание вот этих вот эманации видение там и так далее там и подобное все это находится внутри ясности человек что-то ухватил увидел и он у него разрозненно он не может выбрать центральную линию найти свой путь чтобы выйти за рамки этой сферы со своим и ну скажем так оптимальным набором чтобы идти дальше он тонет разнообразие возможностей и вот в связи с тем что в голове у него тема да все пустое вот такая установка на цинизм сталкивались с таким ну конечно я думаю сталкивались миллион раз и тут вопрос не в том чтобы вы осведомлены об этом вопрос идет к там ну не вопрос идет рассуждение идет потому что вы отвлеклись от вот этих всех третьих лиц которые вы моделируете из чужого опыта да а чтобы вы обратились к своему опыту к самому себе себя обнаружьте в этой ясности в страхе или в преддверии каких-либо переживаний встречи с нахуами верно оцените себя примите себя такими какие вы есть попытайтесь и без этого вы не увидите себя как бы в этом своеобразном зеркале ну и тут по кругу мы возвращаемся к другим трансляциям где нужно признать что ты мудак ты мудак если ты немножко умный значит ты немножко умный и уже исходя из вот этих вот как сказать насущных текущих текущие экзистенциальных да то что у вас есть вещей и строить все дальнейшие размышления убрать все эти ненужные настройки или попу додумывания фантазии попал сюда или от них абстрактироваться нужно понимаете давайте перейдем в область осведомленности из области ясности так как область излишне избыточной осведомленности раскрывающая кучу всяких хороших плохих или даже нелепых каскадов там размышлений вот перейдем из сферы ясности в насущную вот нашу психологическую текущую модель где ясность можно имитировать я подчеркиваю имитировать вот это вот избыточная осведомленность вот вы избыточно осведомлены и что сейчас можно залезть google я про ассоциировать себя с гугли выдумать вычитать там все что угодно к чему мы подходим к предыдущим всем моим разговором о коллективном о влиянии коллективного тоналя и встраивание в индивидуальную башку каскадов всяких там информационных блоков по поводу ну которые сконструированы на наших внутренних на основе инженерия наших внутренних структур но от коллективный тональ влияет и ваш личный тональ сложившаяся личность влияет на ваши заскоки на ваши переживания на развертывание вашей жизни представьте как это своеобразно если это на это со стороны посмотреть сделать перепросмотра немножко и увидеть наши дурацкие поступки ну перекашивать нашу жизнь хорошие поступки как-то это дело компенсирует и собственно мы то что мы есть в связи с нашим вот этим моментом и сообразно внушением родителей сообразно внушением из телевизора сообразно внушение каких-то трендов в социокультурной среде тут вы ощущаете себя роботом а представлять еще с вами будет когда вы будете в состоянии ясности по идее в состоянии ясности вы можете все это становится пластичным вот захотели вы быть таким вот такой захотели таким вот такой захотели узнать о том предмете узнали а толку никакого вы каким были по сути таким и остались вы начали манипулировать не своим первым лицом приобрели некий цинизм по отношению к конструируемым вами модели ваши модели стали совершенными более компетентными более продвинутыми ну такими же не имеющие отношения к вам третьими лицами до которые вот где-то сбоку вот вот я практикую это как бы некий образ вас практикует к вам не имеет отношения помните что он говорил автор сталки не сталкинг это скрупулезно и тщательно и как сказать изображение самого себя первое лицо когда вы сталкер вы первое лицо собственно сталкинг к этому и сводится к культивированию первого лица и сталкинг связан с темой здесь и сейчас когда здесь и сейчас это синхронизация энергетического тела вашего то что то чего она хочет с вашими направленными вовне по поводу этого мира тоже такими своеобразными желаниями вот ваш филиал это разум это тональ он чего-то хочет и глобальные хотелки вашего тела где-то там у вас в темноте за спиной если они раз синхронизированы это две хотелки если они синхронизированы ну то есть но есть хотелка энергетического тела это вроде как первое лицо она неизвестно есть хотелки тоналя или третьего и третьих и третьих лиц моделируемыми вами в тонале на вот это вроде бы как бы не вы и оптимизация и сведение этого всего в кучу как бы включает на какое-то мгновение третье лицо это на ой первое лицо этим это можно назвать сталкинг сведения синхронизация вы становитесь самим собой вот это и есть здесь и сейчас некая секунда здесь и сейчас мало того что надо себя свести нужно еще и то есть это сведенное в первом лице куда-то там направить а синхронизация наступает на секунду вы чего-то там видите а потом снова погружаетесь в некие смутное представление о себе о своем энергетическом теле и увлекаетесь моделированием третьего лица и это тоже можно назвать проблемами с ясностью особенно когда способность конструированию становится но более-менее чуть-чуть выше среднего допустим человек узнал про нлп и он пошел дурить бабушек семечками или заниматься пикапом вот но это как бы не относится к ясности но может быть анеклотическим примером на на подобную тему до дикого-то к корреляция такая так ну ладно на этом закончим какое-то количество информация а он и и и и и и и и С одной стороны, первый слой, который в этой песне углядывается, это современная мем «Эй, ты, олень!» Но «Вернись!» вот этот вот олень прямо отсылает нас к эпизоду, когда с ним встретился Орла Анатоль. Все, до свидания, до свидос.